здравствуйте вы смотрите программу настоящее время итоги и сегодня ее виду я ксения туркова в этом выпуске чему ведет великое отступление успехи украины в харьковской области и бегство российской армии которые в москве называют свертыванием и перегруппировкой комментирует украинский политический обозреватель валерий калныш можно ли говорить о том что перевес теперь на стороне украины и на что еще может решиться путин об этом рассуждает профессор истории католического университета америки бывший сотрудник госдепартамента сша майкл кимидж кому выгодна эскалация обстрелы армянских позиций со стороны азербайджана доводы баку и позицию россии анализирует политолог аркадий дубнов теперь обо всем по порядку вся эта неделя прошла под знаком невероятно успешного наступления украины на харьковском направлении украинским военным удалось освободить такие стратегически важные пункты как балаклея изюм купинск всего по данным минобороны украины с начала сентября было освобождено 8 с половиной тысяч квадратных километров территории владимир зеленский через несколько дней приехал в освобожденный изюм он принял участие в церемонии поднятия над городом украинского флага в начале войны изюм был почти полностью разрушен в результате боев по словам местных властей в городе за все это время погибли более тысячи мирных жителей в лесах под изюмом уже обнаружены массовые захоронения предположительно гражданских лиц и военнослужащих фотографии этих захоронений более 400 могил опубликовал канал настоящее время россия на поражение армии ответила обстрелами гражданских объектов харьков после массированных атак остался без света воды и транспорта а в четверг россияне ударили по дамбе в кривом роге что грозило затоплением города как воспринимают успехи армии в украине где еще можно ожидать контрнаступление и как меняет тактику россия об этом я поговорила с политическим обозревателем валерием калнышем валерий как воспринимается успех контрнаступления как переломный момент после которого можно что называется расслабиться но условно или наоборот как момент после которого следует ожидать смены тактики захватчиков и какой-то новой опасности мы все очень воодушевлены этим моментом что касается дальше то скорее всего да тактика поменяется я разговаривал с несколькими военными экспертами которые в том числе имеют информацию то что называется из первых рук во первых мы не ожидали что оборона российских войск будет настолько дырявой и настолько неподготовленное такое ощущение что враг расслабился враг даже не думал о том что украинские войска могут пойти в этом направлении и поэтому он не проводил какую-то вот серьезную подготовку оборонительно второй момент это конечно же морально психологическое состояние врага даже видавшие виды солдаты не ожидали в этой панике которой бежали российские войска один такой показатель на что нужен так полушутя к этому относимся вот помните когда был киев когда под киевом стояли когда была оккупация киевской черниговской области много говорили о том как мародерничают российские солдаты в этот раз в этот раз они даже бросали стиральные машины они бросали все что было наворовано то что было с мародерина они просто такое ощущение что там оставались висеть их белье была информация о том что служба безопасности украины зайдя в изюм нашла солдата которого просто забыли на после того как начали уходить из изюма ну это это конечно не в этот раз не в этой войне скажем так и не с этой армии поэтому да мы очень надеемся и есть намеки на то что подобные спецоперации будут продолжаться подобные контрнаступления будут продолжаться и здесь я уже позволю высказать свое какое-то мнение я думаю что чем ближе к зиме точнее чем ближе будет зима тем больше таких контратак надо будет провести поскольку многие сходятся во мнении что возможно зимой именно из-за непростых погодных условий интенсивность боевых действий с обеих сторон она снизится поэтому по максимуму то что мы сейчас можем вернуть мы должны вернуть до холодов и мороза а какими могут быть сейчас вероятное направление контрнаступление это херсонская область прежде всего скорее всего речь идет действительно о херсоне херсонской области возможно речь идет о запорожской области об энергодаре это отдельная история там находится запорожская атомная электростанция и по-честному наши военные аналитики говорят что возвращение военным путем это очень рискованный шаг но рвануть как выяснилось может где угодно возможно украинские войска пойдут на донецк на луганск вряд ли наверное это будет крым потому что перед крымом надо все-таки освободить херсон с другой стороны мы поняли что и операция контрнаступление которая была в киеве в черниговской области и в херсонской области это не лобовые атаки это создание полумешков это создание полукотлов и в которых оказавшись российские войска просто убегают они не принимают бой они видят что вокруг них стискивается кольцо они пытаются максимально быстро выскочить из этого кольца поэтому не обязательно идти в лобовую на донецк можно зайти со стороны а вот по поводу ударов по электростанциям как раз я хотел спросить как раз об этом я говорил когда спрашивала о смене тактики а новой тактики которую применяет россия это вот удары по таким объектам вот это сейчас будут как мне кажется главные точки российских ракетных ударов а чем это в итоге может грозить ну грозить это может в общем то тут тоже не надо быть семи пядей во лбу и представить что будет происходить с людьми которые в какой-то момент могут оказаться дома без света без воды и без тепла это будет сложно это будет очень неприятно и логика которую придерживается россия проводя вот подобную тактику она в общем то объяснима объяснима с военной точки зрения даже даже не так не с военной точки зрения потому что военная точка зрения предусматривает что одна армия воюет против другой армии когда одна армия воюет против гражданского населения это уже не война в том даже энциклопедическом представлении которая там пытается тиражировать россия рассказывая о том братом непобедимую армию все такое прочее это уже терроризм потому что эта война с людьми которые не могут ответить сидя в своих квартирах а сейчас вот на этом этапе чего в первую очередь украина ждет от сша и от европы оружие оружие и как говорят военные когда их спрашиваешь вот у тебя все есть ну да это чего надо всего и побольше поэтому оружие да это задача номер раз от евро европейского союза прежде всего нам нужно вера вера в нас вера в правильность проводимой политики нам надо чтобы европейские политики европей просто европейцы да они не разочаровывались и не думали что они поступают неправильно помогая украине все все идет правильно поверьте эти деньги не тратятся пустую это в том числе оборона всех нас пока на западе называют украинское контрнаступление ошеломляющим успехом в самой россии для описания происходящего как всегда используют особый словарь фактически бегство военных чиновники называют перегруппировкой свертыванием и переброской а маргарита симонян использовала формулировку великое отступление на этом фоне растет недовольство действиями власти даже со стороны провластных активистов и блогеров патриотические телеграм-каналы буквально взорвались возмущением провала а также тем что в день когда украина вернула города российский президент открывал колесо обозрения она сразу сломалась и дворец самбо лидер кпрф геннадий зюганов даже намекнул на всеобщую мобилизацию дальнейшие успехи украины во многом зависит от поставок оружия и от помощи разведки ведь именно благодаря разведке сша согласно данным нью-йорк таймс и было разработано контрнаступление впрочем на западе подчеркивают лавры победа в первую очередь все равно у украинских военных ситуацию анализирует профессор истории католического университета америки бывший сотрудник госдепартамента сша майкл кимидж профессор кимидж я читала одно из ваших интервью где-то в марте может через две недели после начала войны вы говорили что сценарий при котором украина победит россию маловероятен но все-таки возможен такое успешное контрнаступление оно вообще было ожидаемо я думаю что все предсказывали контрнаступление оно в общем то было даже объявлено украинским правительством поэтому сам факт не был неожиданностью но я думаю украинскому правительству удалось ввести в заблуждение многих включая самое главное российских военных сделав вид что они готовят почву для наступления на херсон они на самом деле разделили армию и перешли в наступление в районе харькова я конечно был удивлен да и большая часть мира у меня сложилось такое впечатление была удивлена дерзостью плана и количеством военного потенциала которым похоже располагает правительство зеленского херсонской области как я понимаю наступление идет медленнее чем в харьковской чего можно ждать от следующих недель я думаю что российские военные сместили большую часть своей огневой мощи в район вокруг херсона и уже довольно давно укрепляют позиции там так что это далеко не легкая компания она продвигается медленно мне трудно предсказать чем все закончится я знаю только что есть серьезные проблемы со снабжением российских войск возможно после событий последних нескольких дней все сложится немного иначе но можно предположить что проблемы с моральным духом которые были у российских военных в харьковской области могут быть аналогичными и в херсонской и в этом случае украинские военные будут иметь преимущество но при этом я не думаю что украинцы в херсонской области смогут легко воспроизвести свои успехи в харьковской они могут только попытаться добиться такого успеха но это может быть гораздо сложнее можно ли говорить о том что это был поворотный момент и теперь преимущество на стороне украины с некоторыми оговорками я считаю что это правда я думаю что в структурном смысле и это мнение многих аналитиков они только мое личное украина имеет два основных преимущества на данный момент одно из которых это людские резервы а другое оружие и боеприпасы можно иметь эти преимущества в теории или на бумаге и не значится с ними делать вопрос в том способны ли военные использовать эти преимущества я думаю что сейчас ответ очевиден да способны это делает структурные недостатки российской армии еще более острыми они сражаются на очень протяженном фронте у них нет необходимых людских резервов у нас нет конкретной информации об их оснащении и боеприпасах но и здесь могут быть трудности так что если россия рассматривает возможность вести войну 10 лет определенно у нее есть много ресурсов на которые она может опираться не стоит думать что война быстро закончится но в течение следующих шести месяцев или возможно следующего года преимущество будет больше на стороне украины наверное вы знаете что сейчас много критики в соцсетях обрушилась на российских чиновников и руководства в том числе от патриотов от тех кто поддерживает войну к чему это может привести к дальнейшей эскалации агрессии или напротив к смене общественного мнения и протестом против войны и против путина я бы предположил что скорее последняя я думаю что варианты эскалации для путина в данный момент есть но они не очень хорошие он заплатит очень высокую политическую цену за массовую мобилизацию и я не совсем уверен глядя на ситуацию объективно что большее количество войск на театре военных действий как-то изменит ситуацию для россии у них есть стратегическая проблема но уже говорили о том что эта проблема политической концепции и мобилизация не решает этой проблемы а в некотором смысле может даже усугубить ее я думаю что мобилизация это очень сложный вариант для путина и в этом случае националистические настроения и недовольство сторонников войны может начать проявляться и станет более публичным я думаю что это просто подпитает более широкое недовольство природы путинизма самой войной и конечно грядущей экономической ценой которую придется заплатить из-за санкций это произойдет не этим летом не в сентябре октябре или ноябре но вероятно уже к весне россияне начнут платить реальную цену за войну так что все это может стать весьма существенным опять же это может привести к недовольству но я не уверен достигнет ли это недовольство нужного уровня для изменений думаю до этого еще далеко но все это может значительно усложнить путину жизнь что сейчас нужно украине чтобы удержать позиции что определяет ее будущий успех я думаю что ответ в определенном смысле прост очевидно что ей нужно как можно больше военной поддержки со стороны запада украина скорее всего захочет либо больше того что уже предоставлялась либо более современного оружия между украина и германия существует разногласия по поводу поставок танков я уверен что между киевом и вашингтоном существует разногласия по поводу характера военной поддержки на успехе на поле боя безусловно помогут в этом я думаю что другая сфера для украины которая может оказаться более сложной чем военная сфера это экономика украинская экономика очень сильно страдает из-за войны инвестиции прекратились трудно вывозить товары на внешние рынки украинское правительство нуждается в денежных вливаниях и это в то время когда западные правительства обременены высокой инфляцией высокими ценами на энергию и это может стать серьезной проблемой в будущем но на данный момент я думаю что положение украины вполне обнадеживающее отвлечь мировое внимание от войны в украине россия может попытаться с помощью конфликта армении и азербайджана по крайней мере об этом заявил госсекретарь сша энтони блинкин при этом он отметил но если россия действительно сможет использовать свое влияние во благо то есть снова успокоить ситуацию положить конец насилию и призвать людей к добросовестному участию в построении мира это будет позитивным моментом таким образом блинкин прокомментировал внезапную эскалацию конфликта между двумя странами в ночь на вторник вооруженные силы азербайджана обстреляли армянские позиции в приграничных районах армянская сторона утверждает что под огнем оказались несколько сел всего с начала эскалации с обеих сторон погибли около 150 человек с армянской стороны более ста правительство армении уже официально обратилась за помощью к россии и одкб кто и какие выгоды может извлечь из этого обострения и может ли появиться бастион востока в противовес коллективному западу рассуждает политолог аркадий дубнов аркадий вы писали о том что нынешнее обострение судя по всему можно считать самым серьезным за последние два года можно ли говорить о не случайности выбранного момента почему это происходит именно сейчас после успешного контрнаступления украины если тут какая-то связь слушайте ну все говорят о том что очевидно связь существует я очевидной связи не вижу очевидно да но при известном воображении так сказать геополитическом да можно конечно представить себе что президент азербайджана наблюдая за развитием ситуации на украинском направлении решил что москва сегодня испытывает в некотором смысле такое военное ослабление чувствует себя в состоянии обороняющей стороны и тогда можно наносить открывать некий второй фронт да против москвы но они это является естественно главной целью азербайджана конечно же здесь важно целеполагание азербайджана состоит в том чтобы добиться от армении беспрекословно выполнение всех условий на которых баку основываясь на том что он победил 44 дневной войне двухлетней давности требует получения дивидендов бесповоротных беспрекословных и необсуждаемых главным из них еще остающийся неполученным так сказать дивидендом является получение коридора из материков азербайджана через армению в сторону махичевани то что пока армения тормозит как бы но взяв на себя обязанность согласно трехстороннего соглашения до 20 года выполнить это и хотя срок выполнения этого с условия еще не подошел но азербайджан спешит и надеется что применение силы вот эта крупномасштабная сегодняшняя она покажет еревану что баку нить перед тем не остановится применяя силы готова готова даже начать новую войну что называется можем повторить да и действует сейчас уже в том направлении в котором он намеревается открыть этот коридор проложить этот коридор курс на эскалапсию в ближайшее время вы считаете сохранится не сохранится а он может сохраниться если как наверное тоже полагает цель хамалиев возможно пользуясь поддержкой эрдогана не удастся ему ближайший день-два на встрече с пашиняном в самарканде на саммите шосс склонить заставить вынудить пашиняна взять на себя окончательные обязательства по решению вот этого вопроса да насколько важно тут путину показать что он может играть роль миротворца в этом конфликте ну а ему извините деваться это некуда он он не может не показывать свои ресурсы но к сожалению же миротворец главное именно при участии путина был остановлен это 44 дневная война в ноябре двадцатого года российские миротворцы по тому соглашению находится в зоне карабаха между прочим миротворцев российской российских в том в той зоне где идут сейчас военные операции их нету это надо понимать хорошо в общем-то да линия соприкосновения там непосредственно между армии и азербайджаном а миротворцы работали на карабахском направлении короче путин да должен конечно доказать в общем можно считать что первое доказательство он продемонстрировал в ночь на 13 сентября когда пышня ночью ему позвонил сообщил о происходящем согласитесь не частый случай когда сообщает что путину звонит кто-то ночью его разбудил вот экстраординарная ситуация он видимо каким-то образом использовал ресурсы свои может быть лично и звонил даже алиева которую вроде бы удалось заключить соглашение к 9 утра о перемирии но она продолжалась недолго сегодня журнал политик он написал о том что возможности ес выступить в роли посредника на мирных переговорах вызывают некие сомнения потому что евросоюз все больше укрепляет энергетический альянс азербайджаном и из-за этого но не может быть беспристрастным в этом конфликте какой может быть реакция ес а также других глобальных игроков азербайджан занимает очень выгодную позицию сегодня вы подчеркнули довольно верно деталь которую политика подчеркивает и там рисует именно это обстоятельства и использует сегодня эльхам алиев понимаешь что его роль в энергетическом как бы обеспечить энергетической безопасности евро европа чрезвычайно велика поэтому он может быть уверен что чрезвычайно сильного извините за повторы автологию сильного давления европа на него оказать не сможет не посмеет и эльхам алиев сегодня применяет самую модную самую как бы опробированную тактику в этой политической игре он применяет силу он выступляет выставляет ультиматумы и добивается решения своих проблем как уже на другом фронте ведет себя другая мировая еще одна мировая держава добавлю что к бастиону востока противостоящему западу по всей видимости примкнет и беларусь одной из главных новостей саммита шосс стала начала процедура предоставления ей полноправного членства в шанхайской организации сотрудничества александр лукашенко заявил что страна получила единогласную поддержку в вопросе получения этого статуса полную версию интервью с аркадием дубновым а также другие интервью из нашей программы вы можете найти на сайте голоса америки и в соцсетях а я с вами прощаюсь до встречи